Говорят, чипсы изобрели, когда клиент пожаловался, что его жареный картофель порезан слишком толсто. Обиженный повар порезал его ломтиками толщиной с бумажный лист и зажарил до хруста. Выходит, что чипсы породила не изобретательность, а гордость. Чипсы делаются только из свежей картошки, которая не больше суток, иначе на чипсы будут черные пятна. После того, как автомат смывает грязь, картофель плывет к картофелечистке. Жирнова машина магическим образом снимает кожуру. Эта картофелечистка может очистить до 5,5 тонн картофеля за час. Затем картофель сортируют по размеру. Маленькие картофельные падают вниз в ополаскиватель. Большие остаются наверху, а потом разрезаются. Затем они тоже попадают в ополаскиватель. Теперь картофель нарезают. Лезвие регулируется, и можно нарезать картофель разной толщины и формы, например, чтобы изготовить рифленые чипсы. Под действием центробежной силы картофель попадает на острые лезвия. Для приготовления обычных чипсов картофель нужно разрезать примерно на 36 частей. Теперь пришло время промыть ломтики картофеля. Они погружаются в резервуар с холодной водой на минуту. Затем ломтики просушивают под струей воздуха. Печь и масло раскалено до 190 градусов по Цельсию. Нужно всего лишь 3 минуты, чтобы пожарить картофель. Когда чипсы покидают печь из конвейера, лишнее масло стекает вниз. Затем душ из соли. Следующая стадия сортировка. Чипсы двигаются по конвейеру, где электронные камеры выявляют чипсы с темными пятнами и другими дефектами. Затем камера приводит в действие специальную трубку, которая сдувает бракованные ломтики с конвейера. Еще на заводе производят другую популярную еду — воздушные сырные палочки. Сначала берут кукурузную муку и смешивают ее с водой. Автомат выдавливает смесь через круглое отверстие. Когда змеи-подобные ленты появляются с другого конца, они разрезаются на части. Под воздействием высокой температуры мука взрывается, и палочки приобретают закругленную форму. Их посыпают смесью масла, тертого сыра и натуральных красителей, а вращающийся барабан все перемешивает. Но вернемся к чипсам. Их посыпают различными приправами, таким, например, как барбекю или соль и уксус. Следующий аппарат взвешивает и сортирует чипсы для дальнейшей упаковки. Чипсы падают в пакеты, которые тут же герметизируются. Нужно 15 минут, чтобы превратить сырой картофель в чипсы, а съесть их можно гораздо быстрее. Продолжение следует...